Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. У меня два канала и у вас два канала. Ведунья Вивьена и Вивьена, эзотерика и жизнь. Также есть видео, выходит Яндекс.Эфир. Там название канала Вивьена, эзотерика и жизнь. В Фейсбуке есть страница, есть группа Вивьена, эзотерика и жизнь. В Инстаграм тоже у меня Вивьена, эзотерика и жизнь. В Инстаграме буду вот сейчас потихоньку выставлять все. Мои контактные данные под видео в описании, а также в закрепленном комментарии. И вы видите на экране. Плюс 995-593-36-95-44. Это для личных заказов, для чисток, для предсказаний, для диагностики отношений. Это для личных раскладов. Что хочу сегодня сказать. У меня давно просили сделать такое. Может быть, просмотров будет не очень много, потому что не всем это подходит. Но я сделаю так, что этот расклад может подходить и не только для любовных отношений. Соперница. Что получила и что ее ждет. Соперницы могут быть действительно в отношениях между мужчиной и женщиной. Между женщиной и мужчиной. Соперники могут быть и в других отношениях. И также соперники могут быть и на работе. И что их ждет. Я буду расклад делать, интерпретацию как женщина, с учетом того, что это отношения любовные. Интерпретируйте каждый за себя. Что такое соперница? Если вы жена, то ваша соперница – любовница. Если вы любовница, то ваша соперница – есть жена. И именно только так. Соперница – это другая женщина. Не вы. Любая другая женщина. У некоторых это могут быть мамы, тети, сестры. И тоже так случается. И они влияют на ваши отношения еще более страшнее, чем любовница, которая действительно как любовница. Читая ваши «Я все», пишите комментарии, ставьте лайки. Я смотрю все ваши комментарии, прочитываю. На большинство я даю вам ответы. Еще раз говорю, что все, что здесь я вам показываю, это в дар. А лично, пожалуйста, обращайтесь. Вайбер, ватсап и только писать. Лучше вайбер, ватсап, в крайнем случае в телеграм. Что я хочу сказать? Вот я читаю ваши комментарии. Девочки, вот большинство не понимают, что надо расти духовно, что вот это, когда затягивает низменная первая чакра, власть, деньги, секс, 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 отношения между мужчиной, я про женщин говорю, это затягивает. И вы не растете выше. А это самая первая чакра. Да, она помогает в карьере. Да, она помогает в отношениях, но не всегда. Отношения мы строим на сердечной чакре, на горловой чакре, именно на сердечной. И даже не на половой, которая есть, а именно на сердечной. И если она у вас закрыта, и вы ее закрываете, то извините, какие могут быть отношения негармоничные, которые ведут к ссорам. Еще что хочу сказать. Еще раз говорю, девочки, к вам обращаюсь. У меня стоят тайм-коды, кому не надо слушать, не слушайте, пожалуйста. Хочу вам сказать, что когда пишут, я не могу без него, я жить не могу без него, можете. Вы не можете жить только без самой себя. Это на самом деле психиатрия. То есть все, что в нашем уме складывается, то у нас воспроизводится в жизнь. Я боюсь его потерять. Обязательно потеряете. Потому что вот желания, которые в страхах, они исполняются очень быстро. А вот желания позитивные нужно именно настроить. Я еще раз вам говорю, что у меня не просто расклады, у меня гипнотические расклады. Я влияю своим голосом, произвожу гипнотическое воздействие на вашу жизнь. И ваша жизнь меняется в светлую сторону. Только те, кто захотят, кто хотят пойти в этот свет, смотреть и улыбаться, как я улыбаюсь вам. Я всегда вам улыбаюсь. И вы это знаете. Всегда улыбаюсь. Дождь идет, улыбаюсь. Как хорошо ливень идет. Солнце светит. Прекрасно солнце светит. Духота. Ну что делать? Духота и тоже прекрасно. Тогда нажмем кнопку кондиционера и немножко отдохнем от жары. Или сходим на море, или поедем на речку, или на озеро. Сегодня я сделаю расклад соперницы, что получила и что ждет. Не пишите, пожалуйста, злобные комментарии, потому что любая соперница – это та же женщина, как и вы. И вы можете оказаться и в роли жены, и в роли любовницы. И поэтому не надо говорить, она там такая ты-ты-ты, она такая ты-ты-ты, она там магичит. Разные ей способы, по-разному люди воспринимают это все. Но я вам еще говорю, не держите злость. Как вы только отбросите эту злость на эту женщину, все придет на круги своя. Все станет по прямой дороге. Я вот разложила карты. Сейчас мы соберем. Я сделаю на двух колодах. Сделаю на двух колодах. Все-таки, наверное, мы будем смотреть кое-что. Золотой отарон. А сделаю я на двух колодах. Расклад будет общий один. Смотрим на двух колодах. Так, я не взяла ни карты. Смотрим на двух колодах. Расклад один на двух колодах мы просто дополняем. Я посмотрю, кто вы. И кто он, и кто она. А может, посмотрим только что он и кто она. Две колоды. Одна колода мифологическая. Вторая. Оракул цыганский, немецкий. 56 листов. А докладывать мы будем еще на втором. И теперь начнем. Первое мы, что начнем, это характеристика его. Если вам подходит, значит, смотрим дальше. Дальше будет характеристика ваша и ее. Вот подходит, смотрим дальше. Я буду карты туда подальше откладывать их. Так, какой у нас он сейчас? Всегда можно смотреть эти расклады общие в любое время. Также на канале онлайн расклады, онлайн медитации, онлайн ритуалы. Полные чистки. Невозможно сделать онлайн ритуалом, но с ними только часть. Мы просто показываем свое мастерство. Чистки делает только мастер на своей огромной силе. И в связи с силами, которые за мастером стоят. Какой он? Ах, сексуальный наш озабоченный-то. Какой он на данный момент? Ну, на данный момент человек может находиться у себя в доме. Или думает о доме, о своих родственниках. Вообще могу сказать, что в доме не так-то очень хорошо. Человек наш, наш мужчина, ну, сексуально такой, ну, озабоченный, так сказать, не надо. Но сексуальный. Это не зависит от возраста. Ничего это не зависит. И любовь не зависит от возраста. Какой у нас еще мужчина? У некоторых мужчина в браке или состоит в каких-то отношениях. Так, сейчас мы это все соединим. Знаете, мужчина такой, он как маленький ребенок. Он любит деньги, он любит страсти какие-то. И он любит, чтобы это было по его каким-то правилам. Но на данный момент человек может находиться именно у себя в доме. Так, что у нас еще с человеком? Ой. Знаете, с вами, может быть, человек где-то находится от вас на расстоянии. Это не обязательно, что в другие страны, хотя у кого-то получится. И человек на данный момент очень думает, как это все отрубить, отстранить. Могу сказать, что на данный момент у человека не все в порядке у него в семье или в доме. Это не обязательно может быть женатый человек, это может быть в связи с какой-то женщиной. Или именно в доме у родителей. У него, ему там как-то неуютно, он хочет изменений. Еще ему, он думает, может быть, куда поехать. Или на ком-то вот заработать. Ну, возможно, на туристах. Ну, сейчас туристов весь день мало. Заработать, заработать. У него очень... Вот у него какие-то детские прожекты. Вот у него что-то сейчас не складывается с деньгами. И он это хочет изменить. Он думает, что, может быть, куда поехать. Или еще что-то может кого-то привезти. Ну, как-то заработать деньги по-другому. Хорошо. Если это подходит на данный момент, то смотрим, какая... Какая вы? Мы в двух так словах это все посмотрим. Выпала такая же карта. Возможно, вы действительно с человеком с ссори. Или на расстоянии. У вас какие-то недомолвки. Какая... Я додвигаю, потому что, чтобы это не мешало. Какая вы на данный момент. Ну, вы женщина, которая... Ой, женщина какая. Ой. Вы женщина, которая умеет быть очень дружелюбной. Умеет быть другом. Которая втайне мечтает о настоящем сексуальном партнере. У некоторых выйдет, что женщины, которые смотрят меня, умеют делать что-то магически. Умеют, умеют. Знают тайные силы, знают тайные какие-то знания. Но не у всех. У некоторых получится. Вот думают о сексуальном том человеке, о котором смотрят. Вот женщина, которая смотрит сейчас расклад. Это вы, я на вас смотрю. Да, здесь что-то вот нехорошее. Или в семье, или у вас со здоровьем. Вот что-то рушится и что-то изменяется. У вас преобразования идут в мозгу. У вас идут, вот для себя хочу, но хочу как-то по-новому это все начать. Женщина, которая смотрит, может ждать этого мужчину, которого вы загадали. И, возможно, и материального, может быть, вознаграждение какого-то от него, или долги возвращаются, или еще что-то. Но женщина, которая, вот знаете, настолько устала, что она сама прячется в свою скорлупу. Потому что устала отдавать. А сейчас мы посмотрим, а какая у нас та она. Подходит, смотрим дальше, до конца тогда видео. Смотреть нужно видео до конца, чтобы понять суть. Какая она, ваша соперница? Она, возможно, от вас на расстоянии. Женщина, которая любит изменять что-то и очень любит деньги. Деньги ко мне. Ко мне в дом любимыми способами. Женщина, которая внешне привлекательна. Но, знаете, тут у нее такое идет, все, что мое и не мое, и чужое ко мне в дом. Мне, мне, только мне. Как шоколадику. Но, знаете, могу сказать, что женщина фальшивая. Она показывает, что она умеет дружить, любить. А на самом деле это фальшь. Какая еще эта женщина? У некоторых будет, что она или замужем, или ее очень много связывает с ее какой-то семьей. Женщина, вот понимаете, какая женщина? Очень упрямая, очень такая завистливая. И самое главное, что любит деньги. И никого к своему кошелечку-то не особо не подпустит. Наоборот, только будет складывать. Женщина, которая может флиртовать с мужчинами. Может быть, даже больше. Да, умеет произвести впечатление прям на мужчину. И еще тут женщина, которая... Вот сейчас я еще одну карту доложу. Которая может каким-то образом воздействовать на других. Может быть, словом, может быть, своей улыбкой. А может быть, действительно магически. Тут действительно женщина непростая. Да. И вот этот ваш мужчина, который может воздействовать... То есть она может воздействовать на него или голосом, или словами, или какими-то правилами, какими-то устоями, или магически. Вот такая женщина. Так нам все видно. И вот этот мужчина у нее выпал. А теперь мы смотрим. Соперница по первой колоде. Рекомендую смотреть всем. Вот наш мужчина. Соперница здесь как таковая не вышла ни у кого. Пока мы не будем. Вот поставим мужчину. Мужчина наш. И теперь будем смотреть. Чтобы было видно. Соперница. Что она получила? Вот она такая. Властная. Какая-то властная. Вот понимаете, властная. Или умеет показать за вуалью, которая наносит эту властность. И свое мое, и чужое мое. Вот так у нее. Хорошо. Что получила ваша соперница? Ну, соперница получила... Сейчас я просто по три карты буду докладывать. Чтобы было удобно. Что соперница получила? Соперница получила мужчину этого. Она получила, она украла. Вот здесь даже как-то как к воровству идет такое. Ну, она действительно... У нее и корысть, и любовь, и чувства в одном флаконе. Она знает, как воздействовать. И как заставить мужчину... И как заставить мужчину делать что-то для себя. А у нее только мне, мне и мне. Она получила мужчину, пока он с ней там есть, этот мужчина. Он для нее... Ну, вы знаете, как ты, царь и бог. Я тебя боготворю. Она знает, на какие кнопочки нажимать, чтобы мужчина дал ей все то, что она желает. Это не обязательно материально. Хотя она очень любит денежки в свой сундучок складывать. Здесь сундучок-то большой. Что получила? Я здесь могу сказать, что здесь действительно женщина, вот эта соперница, воздействует на данного человека, которого вы загадали. Но она не учла. Она ему говорит, ты царь и бог. Ты лучше всех. Ой, какой ты молодец. И лижет ему и попу еще в одном месте. Все прекрасно. Но получила-то она, да, она его приклеила. Разными способами. Но получила она дурачка на козе. Оказывается, для того, чтобы что-то от него и получать, и чтобы он двигался, надо все время ему советовать и давать какие-то указания. Она не умеет. Она умеет давать указания, но только такие, которые были бы направлены в ее сторону. Хорошо. Это она у нас получила. Но дело в том, что получить-то она получила, а получила-то она не то, что хотела. И теперь она или бегает за советами кому-то, может, колдушкам, может, психологам, может, еще кому-то, потому что она не получила той радости, которую она хотела. Она, может быть, материальная получила, но радости нет. Хорошо. Что ее ждет? Что ее ждет? Теперь посмотрим по-другому. Тут видно у нас карты, да, видно. Что ее ждет? Что ждет эту соперницу? Очень хорошая карта. Понимаете, эта женщина, вот соперница, привыкла всегда воровать и брать чужое. Что ее ждет, мы уже смотрим. А ее ждет, что ее она пытается все сожрать вокруг, получить. Она любовь искусственную какую-то получает. Но дело в том, что ее тоже обманывали, и она будет обманута. То есть она сейчас получила своего царька, вроде бы. Но потом этот царек ее также отшвырнет. Единственное, что она может не потерять от него какие-то материальные блага. Что-то от него она получает. Что ее ждет? Что ее ждет? Ну, здесь я могу сказать, что здесь действительно женщина, которая добивается всего хитрости. Она влезает в душу и дает надежду. Но тут идет так вот, что, понимаете, она получит оплевухи за то, что она делала. Хорошо, давайте так посмотрим. Что ее вот так вот, что ее ожидает за соперница? Что она получила? Получила она своего царька, но только царек опять будет не ее. Он ее тоже швырнет и будет бегать от нее. Что эта женщина, что получит, что ее ожидает за все это? Ну, здесь женщина знает, что она хочет, что ее ожидает. А, ну вот она идет так. Ну, могу сказать, понимаете, здесь вышли все старшие арканы. Здесь женщина знает и любит деньги. Она знает и умеет, как это получить. Медленно, но верно, она получает любовную выгоду. То, что у нее есть чувства, да, но у нее как-то корысть на первом месте. Ну, судьбоносные арканы, что она получит еще. Я просто вижу, что потом ее так же отшвырнут. Но пока она умеет держать. Она умеет держать. Но, знаете, это все до поры до времени. Понимаете, вот здесь такая женщина, мы говорим манипуляторы, а здесь женщина-стерва. Притянет, оттянет, притянет, оттянет. Умеет очень манипулировать. Может быть, кто-то действительно умеет пользоваться методами НЛП. Женщина, которая по головам пройдет, но получит. Но после этого у нее идет, ей идет какая-то возмездие. Здесь идет такое, что у женщины могут быть проблемы с детьми. Может быть, с деторождениями, может быть, действительно с ее детьми. И я всегда говорю, когда делают на вас порчи. Вы говорите, ну и пусть. Но это как осьминоги, как метастазы. Они на ваших детей распространяются. Точно так же, когда что-то делается против воли человека, потом это на детей, на внуков. Они отвечают за это и страдают. Правильно это или неправильно. Но так Вселенная говорит и такой закон. У нее проблемы будут с детьми или с деторождениями. Что ее еще ожидает? Ну, здесь женщина действительно любвеобильная. Она все равно считает, что... Понимаете, она как будто говорит, а фортуна за мной. Вот понимаете, что ее ожидает... Вот не получается так, что ее ожидает прям все крах. Нет, ей расплата будет. Но здесь женщина очень любвеобильная. Она знает, как закрутить это колесо фортуны, чтобы ей даны были все блага. Умеет. И мужчины на нее смотрят. И что она хотя бы получит, и то есть что ее ждет, еще мы посмотрим. Да, расплата будет. И горны затрубят. И возмездие будет. И возмездие будет, потому что ей придется потом обороняться. Тут идет возмездие, хотя женщина достаточно сильная, но возмездие ей идет. Тут прям четко страшный суд. И оборона. Раздраи. У нее будут проблемы с деторождением и проблемы с людьми на взаимопонимании. Потом у нее будет что-то вот действительно по половой системе. Может быть, болячки, потому что тут такой вот раздраи идет, сопротивление. Что ее ждет? Что ее ждет? Ой, извиняюсь. Она будет всегда искать выход. Она умеет действительно воздействовать на людей и к себе привлечь. Но в конечном итоге в голове у нее начнется каша-малаша. Разрушение. Вот за то, что она... Когда есть любовь, она чистая, то нельзя осуждать людей. Любовь. Она может прийти и высшие силы дать. Но когда эту любовь покупают, завоевывают разными способами, манипуляциями, стервозными, то потом идет разрушение. Это у нас была первая колода. Дальше мы еще посмотрим про эту соперницу. Мы уже посмотрели, что она получила. Здесь мы будем смотреть, а что ее все-таки ждет. Тут мы уже увидели разрушение. Как бы она ни стремилась, будет разрушение. Что ждет соперницу? Здесь ждет соперницу. Понимаете, ей нужно будет проявлять стойкость. То ли она будет терять здоровье, то ли красоту. И уже так воздействовать на любовников и на человека, который... Вот он вышел. Не сможет. Что ее ожидает? Иллюзии. Вот знаете, возможно, если эта женщина водит машину или куда-то перемещается, ну это может быть и автобус, и маршрутка, здесь женщина получит почему-то возмездие через дорогу, через движение. Вот как будто задумается, голова будет вообще ни о чем, и что-то произойдет. Здесь я вижу, возможно, авария. Или что-то по дороге. Что ее еще ждет? Что ее еще ждет? А ее ждет обратка. То, что она делала, если магически, или воздействовала на человека как-то, то ее ждет... Ее ждет дуэль. Ее ждет дуэль. И это будет в ее доме происходить. И ей идет обратка. Тут хорошо идет. Что еще ее ждет? И произойдет это вот как гром среди ясного неба. И обратка ляжет на то, чего она любит больше всего. А больше всего она любит деньги. У нее будут большие денежные потери. Это такая обратка ее ждет. Не надо злорадствовать. Ну, каждый хочет ведь для себя. Она тоже для себя хотела. Давайте еще посмотрим, что ее все-таки ждет. И вторая колода у нас поменьше будет. Но это все один расклад. Что ее ждет, эту соперницу? Вот я и говорю, все, закрыты будут все пути, дороги. Пути, дороги закрыты, материальное будет закрыто. Вот смотрите, как хорошо легло. Смотрите, какие карты. Восьмерка мечей, когда человек весь повязан и не видит выхода. Иллюзия в деньгах, и все это на темной стороне луны. Здесь потери будут денежного характера у нее. Я сказала, и по детородной системе, но еще и денежной. То, что она любит больше всего. Деньги, власть, золото. Она любит это. Что ее ждет? Она дальше будет искать новых себе победителей. И самое, что странное, то есть у нее... Она будет искать новых, новых, кого можно завоевывать и получить от них. Но это будет дорога в никуда. Уже с завязанными глазами. У нее уже не будет так получаться. Может быть, возраст. Может быть, просто действительно со здоровьем и совсем у нее станет не так. И уже такой силы не будет. Она думает, что она все будет такая же королева кубков, в которой все, и завоевывать будет мужчину, у которых деньги. Нет, это будет дорога в никуда. Как в мешке. Что ее еще ожидает? Ну да, она все равно будет искать своих королей. И выхода у нее не будет. Вот смотрите, как вот она, которая умеет добиваться всего. Умеет добиваться от мужчин материального благополучия и этой искусственной любви. А у нее не будет получаться. Или она будет болеть. Или просто будет лежать и не знать, а где же выход. А выхода нет. А оказывается, выход там, где вход. И еще мы одну карту кладем. Ну и что? Вот я вам говорю, что ее ждет? Полное разрушение, депрессия, потери сил и здоровья. Вот такой у нас был расклад. Не надо, пожалуйста, злословить по поводу ваших соперниц. Все, что мы не делаем, любое действие, за него нужно отвечать. И это надо понимать. Да, вот все ее действия, которые она раньше направляла, и она всегда была победительницей, ни к чему не приведут. Единственное, что есть благое, то, что она переосмыслит, что она делала не так. Вот это, да, вот это вот разрушение, которое войдет в ее жизнь, оно дано для того, чтобы она переосмыслила, для чего она вообще живет и как жила. Да, что ее ждет? Упадок. Упадок. Мне говорят, что не видно карты, какие я... Ну, слышно, что я их мешаю, я не вытаскиваю карты. То есть, при вас, ну, всегда под камеру не попадешь. Расклад был такой про соперницу. И запомните, здесь могут смотреть и те, у кого соперница, действительно, там, любовница, жена, и те, у кого соперница на работе. Здесь очень хорошо будет проигрываться этот расклад, и чего получит эта женщина. Все понятно? Все очень понятно. За любое действие против другого человека нужно потом очень много заплатить. И часто мы оплачиваем это своими детьми и внуками. Помните об этом. Не надо никогда делать против другого человека ничего. Против его воли. Все должно быть настоящее. Как птицы, которые порхают. И мы их видим. Их щебет и радость. Вот точно так же. Распрямите свои крылья и полетите вверх. К солнцу. К небу. С вами была Вивьена. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...